С начала этого года на территории Свердловской области при пожарах погибло 10 детей. По данным МЧС, это в основном дети из неблагополучных семей, проживающие в жилье, которые нуждаются в ремонте. Не следят родители за печным отоплением, проводкой и электроприборами. И вот сегодня инспекторы ходят по квартирам и частным домам, чтобы посмотреть, насколько жилье соответствует пожарной безопасности. В основном гибель детей происходит либо из-за детской шалости, вот когда они остаются без пересмотра и могут баловаться со спичками, зажигалками, тому подобным вещами. Либо из-за неисправности печного отопления или использования неисправных или кустарных электроприборов. Вот сейчас летний период, часто дети вместе с родителями выезжают в сады, где также используется либо печное отопление, либо электроприборы для обогрева. В отделе надзорной деятельности ведется учет неблагополучных семей. В этом году на территории Полевского городского округа по статистике таких семей 443. Задача сотрудников МЧС вести работы с этой категорией граждан. Вот и сегодня в руки дают памятки, в которых указаны требования пожарной безопасности. Жители начинают задумываться о том, какие последствия могут быть, например, при неисправной проводке. Сразу проверяют в порядке электропроводка, показывают, бывают печи, спрашивают, все ли у меня в порядке, как вы считаете. Я считаю, что работа эффективна. Мы отслеживаем семьи, в которых уже были, чтобы не посещать их постоянно, одни и те же семьи. На территории Полевского городского округа на данный момент гибели детей при пожарах не зафиксировано. И в силах каждого родителя предотвратить несчастные случаи из-за халатности, выполнить простые правила пожарной безопасности. Игорь Соколов, Алексей Карипанов, Новости Полевского.